Если вы начинающий предприниматель или составившийся бизнесмен, наш элепроект будет полезен вам. Добрый вечер, друзья. Меня зовут Айбулат Айдосов. В эфире телевизионный проект «Деловой Кыргызстан». Рынок общественного питания очень бурно развивается в нашей республике. Точки общепита можно найти на пересечении почти каждой улицы нашей столицы. В нашем следующем сюжете речь пойдет о секретах этого направления бизнеса. До этого, как я говорил, я уже запускал магазины. Это, конечно, чуть другая сфера, но в целом это тоже что-то новое, которое ты раньше не делал. Конкуренция на рынке быстрого питания в настоящее время увеличивается день ото дня. Несмотря на то, что это направление кажется наиболее выгодным, так как граждане потребляли и будут всегда потреблять продукты быстрого приготовления, предпринимателю, который входит на этот рынок, необходимо быть готовым к различным трудностям. Здравствуйте, Айбулат. Меня Айбулат зовут. Автор телепроекта «Деловой Кыргызстан». Мы пришли к вам, чтобы узнать секреты этого бизнеса. Было желание именно заняться бизнесом в сфере общепита. Все остальное – это дело техники. То есть, как ты будешь какие-то свои недостатки закрывать. Ну, недостаток у меня и моего партнера Челкомбека был в том, что мы сами изначально финансисты. Конечно, рестораторами не были и эту сферу хорошую не знали. Поэтому это был наш недостаток, который мы закрыли тем, что мы начали искать консультанта профессионального. И мы искали в Америке. Потому что они являются основателями этого тренда «Бетербургер». И мы нашли такого консультанта, который консультировал крупные компании, тот же KFC, Чепотли, мексиканская кухня. И он согласился с нами работать. И поэтому, с точки зрения опыта, у нас появилась некая уверенность, что у нас есть человек, который где-то нас будет подправлять. А Дилета еще нет сорока. За его плечами уже несколько реализованных проектов. Сеть продуктовых магазинов была последним его предприятием в мире бизнеса. Сегодня вместе со своими партнерами он решил попробовать себя в сфере быстрого питания. По традиции передачи мы решили узнать у него секрет его бизнеса. Сама специфика нашего ресторана – это монопродуктовый ресторан. То есть мы сразу себя позиционируем как монопродуктовый ресторан. Это вот у нас бургеры, да, основные. Соответственно, здесь, когда ты монопродуктовый, это особенно нужно понимать, на какой сегмент ты рассчитываешь. Понятно, что бургеры у нас более… Обычно у нас как это фастфуд рассматривают люди, но чтобы воспринимать его как более премиум уровня пищи, да, то нужно ориентироваться на покупателя, который знает, что такое премиум бургер. И у нас такой сегмент есть. Мы сегментировали нашего потребителя. У нас, конечно, несколько групп потребителей. Это и студенты, и молодые специалисты. Ну, во-первых, молодые специалисты. Если вы посмотрите сейчас на зал, у нас здесь в основном офисные работники. То есть от 25, грубо говоря, до 40 лет. Это те, которые могут себе позволить. Средний чек, там, 300 сон на обед, которым важно время. Идея бутербургеров, переводимых на русский язык как улучшенных бургеров, впервые возникла в Соединенных Штатах Америки, где конкуренция на рынке быстрого питания достигла своего пика. На фоне мировых брендов быстрого питания, как Макдональдс или Кингбургер, новая концепция предлагала другой подход к приготовлению продукта. То есть все, из чего делают гамбургеры, все из чего делают бургеры, это все местного производства? Это все местное. Ну, за исключением перчика халапеньо, который мы его привозим, у нас он просто не растет. Или же возьмем соусы, у нас не производят качественные кетчупы и все прочее. Это мы завозим. А вот все, что касается мучного, овощей, фруктов... То есть вы помогаете еще и местным производителям? Конечно, да. Мы работаем с местными производителями, с местными фермерами, с местными цехами, которые работают с фермерами. И мы стараемся и по напиткам местные делать. Вот у нас соки прямого отжима, которые у нас сейчас популярны в стране. По словам Аделета, большое внимание при открытии заведения подобного рода необходимо обращать на дизайн и оформление, так как это влияет и на конечного потребителя. Например, в заведении, где мы производили съемки передачи, невозможно найти ни одного телевизора. Это отвлекает внимание, есть и другие детали. Ну, насчет дизайна, мы здесь в основном вдохновлялись лондонскими концептами, потому что по менталитету Лондон чуть ближе нам, чем США. Мы так решили. Да здесь вот это... Нет, 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 просто у американцев сложно, конечно, объяснить, но у них дизайны такие, сильно отличаются от лондонских дизайнов. А в Бойске, в Техаске? Нет, нет, наоборот, у них все такое в модернизированном виде, да, они все это делают. А Лондон и Европа, они более такой классический, ретро-стиль, ну, ближе к этому. Вот мы выбрали, да и у нас тоже много больше европейского, да, чем американского. Аделет, как человек, занимающийся предпринимательством, вот уже почти 10 лет, не собирается, конечно, на этом останавливаться. В его планах расширение и увеличение подобных заведений. А, ну, конечно, я думаю, без этого, ну, то есть, бессмысленно заниматься. Потому что здесь сумасшедшее количество времени ты проводишь, то есть там семью не видишь, то есть, ну, одними деньгами это, наверное, ну, тяжело делать. Поэтому здесь должна и мотивация быть, и тебе нужно удовольствие получать от этого бизнеса. Поэтому здесь эта составляющая, она важна, нужно, должно нравиться. Мне лично нравится то, что я получаю удовольствие от того, что я доставляю людям вкусную еду по умеренной цене. Потому что, ну, я сам любитель бургеров. Это тоже, да, стало каким-то проектом? Конечно, да. Да, я хочу, чтобы люди могли себе за, там, в пределах 200 сон, ну, поесть хороший бургер из, вот прям, свежего мяса, да. И получить удовлетворение, что ты столько там мяса съел. Частная медицина в нашей республике очень бурно развивается. Наряду с государственной, частная медицина предлагает более качественные услуги при небольшой стоимости. В нашей следующей рубрике «Идея на миллион» речь пойдет о том, как открыть собственную стоматологическую клинику. Частная медицина сегодня завоюет рынок медицинских услуг в государственных институтах. Стандарты, которые применяются в государственных лечебницах, не выдерживают конкуренции перед частными клиниками. Отсутствие реформ в государственных институтах также не играет в пользу их выбора, людьми заботившись о собственном здоровье. Эта идея пришла ко мне во время моей работы в первой городской стоматологической клинике. Поликлиника была приватизирована и отдана в частные руки. Когда это происходило, у меня возникла идея открыть частную собственную стоматологическую клинику. Частная медицина сегодня в нашей стране переживает свой бум. Центры диагностики различных заболеваний, лечебно-профилактические центры, частные клиники, центры восточных и европейских медицинских наук. Список можно продолжать долго. В нашем сюжете речь пойдет о том, как открыть частную стоматологическую клинику. Открытие частной клиники для нас было непростым. Я бы даже сказал, трудным делом. Так как для того, чтобы открыть собственную клинику, нужно пройти через большое количество препятствий и трудностей. Во-первых, это финансовая составляющая. Это проверка в налоговых органах, в соцфонде, а также ежемесячная проверка в санэпидемстанции. Специалисты санэпидемстанции проводят проверку всего медицинского оборудования, инструментов, помещения. Знакомьтесь, это Майрамбек Анарбаевич, человек, который вот уже почти 20 лет работает зубным техником. Человек, который любит и уважает свою профессию. Он, как и большинство его коллег, работал в одной из государственных клиник столицы, пока однажды место его работы не перешло в частные руки. Эта идея пришла ко мне во время моей работы в первой городской стоматологической клинике. Поликлиника была приватизирована и отдана в частные руки. Когда это происходило, у меня возникла идея открыть частную собственную стоматологическую клинику. Я открыл стоматологическую клинику в 2000 году. Так как у меня и супруга является стоматологом, нам было легче в этом плане. Посоветовавшись с ней, мы решили, что мы должны открыть частную клинику, чтобы служить народу. И в мае 2000 года мы запустили нашу клинику. Майрамбекан Арбайович вместе с супругой, которая также является стоматологом, приняли решение открыть собственную частную клинику по оказанию стоматологических услуг. Как рассказывает врач, открытие подобного центра потребовало от него и его супруги колоссальных усилий. Так как до этого я работал в первой стоматологической клинике, и, как я уже говорил, основной стаж работы прошел там с 1992 по 2000 годы, у меня уже были постоянные пациенты. И благодаря тому, что меня знали, мои пациенты, они начали ходить ко мне. Ну а дальше сработало сарафанное радио. Довольные нашей работой пациенты рекомендовали нас своим знакомым, друзьям, родственникам. Первое, с чем столкнулись предприниматели, это поиск оборудования и помещения. В силу небольшого капитала первое время клиника Майрамбека Нарбайовича находилась на территории частного дома. Оборудование и проверяющие органы были следующим препятствием на пути к современной клинике. Знания своего дела помогли врачам провести помещение в соответствии с стандартами Министерства здравоохранения, но оборудование было куплено на первые деньги. Конечно, чтобы достичь нашего сегодняшнего уровня, нам пришлось много трудиться. Наша первая клиника находилась в одной небольшой комнате, которую мы арендовали в частном доме на территории Ленинского района. Оттуда потом мы переезжали в другое помещение. Ну а помещение, в котором мы сегодня, мы выкупили и сейчас успешно работаем в нем. Как рассказывает Гульнара Абдулдаевна, партнер и супруга нашего героя, сегодня на рынке стоматологических услуг большая конкуренция. Первым, на что стоит обратить внимание начинающим предпринимателям в этой сфере, она рекомендует на подход к клиентам, а также умение использовать современные методы лечения. Когда к нам приходит пациент, мы стараемся поговорить с ним, узнать его проблемы, причины зубной боли, поднять настроение, успокоить, дать правильные советы, рекомендации. Через разговор можно узнать о том, что волнует человека. Затем мы, исследовав причины боли, ставим диагноз. После делимся с ним планом лечения, даем свои рекомендации и проводим лечение зубной боли с применением самых современных методов и оборудования. Гульнара Абдулдаевна демонстрирует комнату, где происходит стерилизация медицинского оборудования. Современные аппараты, а также проверенные временем стерилизующие вещества должны быть в каждой клинике, считает она. Когда к нам обращаются представители старшего поколения, мы знаем, что у них присутствует страх о боли во время лечения. В советское время стоматологи лечили с помощью таких препаратов, как ледокаин или навокаин, которые не всегда эффективно боролись с ощущениями боли во время лечения. Ну а сейчас современные методы прилагают безболезненные уколы, применение которых полностью исключает болезненные ощущения. Например, мы закупаем препараты из Германии, которые дают хороший эффект. Наша клиника старается помочь каждому пациенту, и в зависимости от финансовых возможностей, даже за небольшую плату мы оказываем качественные услуги. Наш герой сегодня вместе с супругой уже имеет собственную клинику. Благодаря высокому качеству медицинских услуг к ним обращаются даже пациенты из соседнего Казахстана. Более того, сегодня они готовят новое покорение стоматологов, которые должны заменить их в будущем. Вы смотрели телепроект «Деловой Кыргызстан». Меня зовут Абулат Айдосов. Если у вас есть вопросы или комментарии, вы можете отправлять их по следующим адресам. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!